Друзья, это говно. Классно, да? Ух! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Кто здесь с парковочными местами? Кто за это отвечает? Потеплитель даже просто не приклеен. Прекрасная труба. Одна кривая труба заходит в другую кривую трубу. Здесь забыли отверстие сделать технологическое. А здесь просто дырень какая-то. Раз, два, три лифта. Пьяный что ли? Придурок ты, дебил, дебил. Все атрибуты комфортной жизни. Шедевр от застройщика. Поставили, а вывести забыли. Ну, там скруточка видна. Для чего было красить табличку, непонятно. И вот ты такой идешь, идешь, идешь. И прямо убогий забор. Ликероводочный, пиво, шаверма, аптека. Все атрибуты современного жилья. Ну, значит, нам сюда. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Находимся с вами в районе Парнаса, где застройщик возводит жилые комплексы Северная долина и 21 квартал. Давайте прогуляемся по району, посмотрим, как он живет и чем дышит. И как застройщик сдает свои новые дома. Станция метро Парнас находится вот там. И здесь, конечно, постоянно ходят люди таким огромным-огромным потоком. Если посмотреть, что вокруг, здесь на первых этажах большое количество коммерческих помещений, продуктовых магазинов, соответственно. Там суши, салоны красоты, аптеки, шаверма, пиво, вино. Все есть. Обратите внимание, как знак калышится. Триндец сегодня, ветерок дует. Хорошо, что прошел снег, хотя бы что-то видно. Но, конечно, лично по мне, 21 квартал, фасад зданий выглядит намного поинтересней, нежели чем то, что они строили до этого. И обратите внимание, как здесь все достаточно плотно и высоко застроено. Ну, хотя бы есть школы, детские сады. Но, к сожалению, с местами все равно не так-то и хорошо, как хотелось бы. Слушайте, вроде и ветер тут не так усилен, это так знак, что ли, не укрепили, либо он решил потанцевать. Смотрите, как калышится, триндец. Да, по мне, конечно, на мой вкус дома достаточно высокие и достаточно плотное расстояние между ними. Но у каждого из нас вкус разный, поэтому кто-то любит повыше, кто-то любит, как я, пониже и попросторней. Тут, конечно, плюс, что есть станция метро Парнас. Кто-то ходит пешком, кто-то ездит на общественном транспорте до нее. Рядом с станцией метро Парнас находится большой торговый комплекс с таким же названием Парнас, где можно приобрести различный товар. Ну, вот видите, с транспортом здесь проблем нет, ходит он здесь хорошо. С правой стороны предыдущий проект от застройщика. Ну, по мне, дома, конечно, ну и сам проект такой очень-очень специфический. Ну, вот здесь можем посмотреть, как застройщик вливает бетон. Вон, видите, кирпичная кладка, за ним идет утеплитель, гидроизоляцию нанесли. И вот он, утеплитель. Утеплитель от нашего российского производителя Технониколь я вижу. И вот, обратите внимание, вот видите, вот они приклеили. Ну, как-то вот здесь я вижу, к примеру, щели. Вот здесь, обратите внимание, посмотрите, утеплитель даже просто не приклеен. Они его просто, я не знаю, на чем там, на святом духе, наверное, держатся. Ну, соответственно, это не очень-то хорошо и правильно. А вот сейчас мы в центре кадра видим с вами монолитное перекрытие. Мы видим с вами фасадный красивый кирпич, который не доходит до монолитного перекрытия. Там частично виднеется утеплитель, типа урсы. Где-то он есть, забили, а где-то его нет. Ну, потом все зачеканет. А вы будете думать, почему же так холодно в моей квартире? И откуда же дует? И видите, что раскачивает мою люстру. Ну, и обратите внимание, что здесь с парковочными местами. Их здесь просто нет. Все очень-очень плотно. Ликероводочный, пиво, шаверма, аптека. Все атрибуты современного жилья. Вот этот, помню, чудный двор, который подписчики писали, что это очень похоже на дворы от Банава. Но, к сожалению, здесь совсем другая картина. Иду так и думаю, смотрите, классно прошлись, убрали, все удобно. И вот ты такой идешь, идешь, идешь. И прямо упираешься в сугроб. Ну, вот видите, люди уже протоптали. Как-то вот странно здесь у них с уборкой. Как вы считаете, друзья? Вот тоже, да, показатель. Вот, ходишь, смотришь, убогий забор, собранный из того, что было. Ну, как-то впечатление о застройщике, честно говоря, знаете, сразу так. У меня вниз опускается, когда я вижу вот это угрюмое уродство, которое собрали из того, что было, скрепили проволокой. Стоит все вот так наискосок. Вон, смотрите, как все это держится. То есть тут держится за счет вот этих стоек. Вот это вообще наискосок. Ну, блин, как вы так, ребята, все это собираете и делаете? Очень-очень по мне странно. Ну, а да, обратите внимание, друзья, какое расстояние между домами. Вот, к примеру, если бы это было бы так же, как, к примеру, в Новом Колпино, это были бы 12-этажные, там, 11-этажные, вернее, дома, то это бы все смотрелось совсем по-другому. Впереди мы с вами видим две парковки многоуровневых. Понимаем, что там места стоят денег, и не каждый себе в нынешнее время, к сожалению, может позволить приобрести парковочное место. Пока думал, как мне обойти, пройти настройку, смотрю, вот здесь такая красота. Кто-то открыл дверь на распашку, приложил камушком, все открыто, уходит тепло, вы за это платите. Вот здесь сразу видно, все в ржавчине, все уже гниет, причем достаточно новый свежий дом. На входе нас встречает вот такая красота, вот такая красота. И из-за того, что у данной двери нет ограничителя, вернее, он был, но сломался, управляющая компания почему-то не может себе позволить это поменять, от ручки вот такой след на стенке, такое ощущение, что уже ремонтировали, но, к сожалению, пока не установят нормальный ограничитель, это, конечно, не поможет. Давайте прокатимся на самый верх. Так, 25 этажей, тут ничего не работает, лифты отис, но обратите внимание, что вот он весь уже вот такой зашарпанный, зашарпанный, но спасибо, что и зеркало, камера, 21 квартал. Я бы эту надпись, кстати, чуть выше бы ставил бы, на уровне глаз. Ну, в общем, какой-то он весь замученный, видно еще с тех времен, когда здесь было ОСБ. И обратите внимание, вот они двери, вот вы заходите, крупногабаритный предмет, и очень уже тяжело. Но застройщику выгоднее вот так делать лифт, а не вот так. Поэтому они экономят и делают так, как удобно и выгодно им. Но, к сожалению, не нам. 25 этаж. Разговаривает, выходим. У нас с вами три лифта, два груза, а не один груза пассажирских, и два пассажирских. Ну, двери уже плохо. Видно, закрываются. Ну, что здесь? Чисто местами. Вот так. Звонки от застройщика, они вот самые дешевые. По-моему, они стоили 56 рублей, сколько сейчас, не знаю. На вот таких держателях нумерация квартир. Ну, такой. Ну, вот видите, вот тоже такие места, то есть они не могут нормально, красиво это сделать. Ну, вот видите, было опечатано, уже все сорвали. Внутри мы хотя бы видим рукава пожарные. Это большой плюс. Потому что, не дай бог, что-то хотя бы можно будет чем-то потушить. Вот здесь в гофре провода. Ну, вот как-то, видите, свет уже не работает. Блин, новый дом. И вот такое, знаете, ощущение, что тут что-то там подмазали. Тут, ну, как-то так. Как-то так. Все, знаете, такое делали, но не доделали. Вот тоже красили, да? Вот табличка есть. Для чего было красить табличку, непонятно. У них в проекте интересно, так думаю, навряд ли. Ну, цифры 25, они, видите, уже кривые. Не знаю, чья это заслуга застройщика или жителей. Тут еще тепло. Какие-то следы, знаете, такое ощущение, что что-то где-то подтекало. У нас звук, конечно, не очень. Пожарная зона. Она, похоже, закрыта на ключ. Мы здесь видим гардиатор отопления. Вот такую убогую конструкцию дымоудаления. Клапан за сеткой. Ну, тут еще какой-то блок. Видите, здесь поставили магнитно-виденозамок, когда, соответственно, пожар срабатывает, все это вырубается, по идее, нужно зайти, если это у тебя получится. А здесь, видите, поставили датчики, возможно, с прошлого моего видео, вернее, позапрошлого, когда размыкается, срабатывает, что надо знать, куда бежать, где блогеры пришли. Ох ты! Переходной балкон. Он переходной, потому что мы с лифтового холла выходим и переходим на личные марши. Когда выходим, вот так берем и трясем, чтобы понимать, крепко держится или нет. Вот эта парковка, за ней частный сектор. Здесь дома стоят, пытаются их продать от 7 миллионов. Сегодня увидел там дом за 21 миллион. Ну, не знаю, как вообще здесь можно продать дом за 21 миллион, потому что, с одной стороны, промка, кат, с другой стороны, 21 квартал. Но я лично считаю, что расстояние между домами должно быть чуть больше. Это не центр города, это не Манхэттен, здесь не очень дорогая земля, поэтому можно было и строить, соответственно, с другими критериями. Это паркинг. Для того, чтобы, вот видите, часть залили перекрытие бетоном, здесь его укрыли. Ну, укрыли, как видите, не полностью. Вот мы видим людей на стройплощадке, и они не соблюдают технику безопасности, вот сейчас, которые выходят, они без касок. Вот сейчас человек зашел, идет, у него белая каска видна, а эти бесстрашные ребята без каких-либо систем сохранения себе жизни. Потому что, если, не дай бог, что-то упадет, то каска должна спасти твою жизнь. А поверху мы видим интернет-кабель, шикарный проект, где даже не могли продумать, проложить заранее специальные коммуникации, где будут проложены эти магистрали. Все тянут поверху, от одного дома к другому, и чем больше провайдеров, тем больше вот этого безобразия. Такая паутина над нашими с вами головами. Смотрите, как прикольно, видно, отлетел вот такой плинтус из плитки. И вот управляйка вот такой уголок поставила. Молодцы. И здесь то же самое. Молодцы. Красавчики. С датчиками на двери застройщик здесь тоже экономит. Вот он всего лишь один. Надеюсь, вообще они работают. Чем это плохо? Например, когда проходит взрослый человек, то нормально. Например, вы иногда знаете, бывает, суешь, что руку для того, чтобы сработал датчик и двери не закрылись, то нужно это делать именно вот здесь. Маленький ребенок, собачка, попугайчик, вот они будут идти вниз и их просто дверью раздавит. Поэтому нормально, когда делают датчики снизу до самого верха. Поэтому застройщики на этом экономят. Экономят не только главстрой СПБ, а экономят большое количество питерских достаточно, типа, крутых застройщиков. Ну, здесь, конечно, выходишь, вот здесь плитка, кирпич вот этот смотрится достаточно красиво. Здравствуйте. Здравствуйте. И здесь обратите внимание, какая красота. Ну, не считая вот этого убогого подъемника, потому что я считаю, что в нынешнее время можно все строить в уровень, и нужно все строить в уровень землей, а не как строят они. Северная долина очень классный проект главстроя, потому что они строят, зарабатывают денег и сами же обслуживают свои дома. Вот видите, как классно сделано, красавцы. И, соответственно, как говорят местные жители, зарабатывают на этом же обслуживании. Вот 25 этажей. Это, друзья, колясочная. Вот это колясочная. И вот как вы считаете, на 25 этажей вот на эти тысячи квартир это вот хватит вот этого пространства? Я лично считаю, что нет. Но из плюсов, конечно, что здесь подъезды проходные. Видим этажность, понимаем, на каком этаже находится квартира. Большое остекление, то сразу видно, кто впереди, кто входит, кто выходит. И видите, первый подъезд, дом 44, корпус 2. Это, конечно, тоже классно. Но как только мы поднимем с вами голову наверх, то мы с вами видим ржавые закладные. На которой приварили вот этот убогий козырек кривой и косой. Мы видим с него вот такой обычный трубой отвод воды, кривая гофра. Тут вот подключила управляющая компания. Видите, они от светильника решили подпитаться для того, чтобы повесить гирлянду. И вот так его включили. Ну, я считаю, это неправильно. Ну, вот там скруточка видна, замотанная изолентой. Молодцы! Управляющая компания классная здесь. Не только собирают деньги, но и думают о жителях. Вот эти, кстати, баки хороши тем, что они закрытого типа. И, соответственно, если есть бродящие собаки или вороны, когда он не переполнен, то они не смогут ничего растащить. Но мы видим, как классно вывозят мусор, потому что здесь, соответственно, вот видите, все валяется рядом. Здесь переполнено, ну, скорее всего, и там. Здесь тоже плюс, что есть табличка, по которой понимаешь какой-то адрес, что конкретно нужно назвать, чтобы позвонить. Домофон от Ростелекома, если не ошибаюсь, то Ростелекома еще вот за эти штуки берет оплату дополнительно. Вот напишите, пожалуйста, в комментарии прав я или заблуждаюсь. Ну, вот, кстати, кто хочет зайти погулять, набираете валберис, он с автоматом открывает дверь и можно походить, посмотреть прекрасный двор под снегом. Прекрасная картина. Стоит большое количество людей на остановке, подъехал автобус и они сейчас поедут по своим делам. На данный момент цены от застройщика на строящееся здесь жилье за однокомнатную квартиру составляет от 6 миллионов рублей. На вторичном рынке можно квартиры приобрести на порядок дешевле. Нужна помощь недвижимости? Звоните. Мои контакты в описании к этому видео. А вот, друзья, и вентиляция завода. Вот так она выглядит. Потом их поставят друг на друга, обварят вот эти закладные на краях и все. Такая же вентиляция применялась и в панельных советских домах. То есть, более чем за 50 лет ничего не изменилось. Вот, обратите внимание, вот я иду. Это для людей. Здесь тротуар, другого тротуара здесь нет. Вот, кто за это отвечает? Почему это не убрано? Причем это замело не сегодня, не прямо сейчас. А замело уже давно. И как вот здесь нормально ходить? А как ходить здесь с женщинами, с колясками? То есть, вообще не гулять с детьми? Вот, уважаемая администрация этого района, наведите, пожалуйста, порядок. Так, считаю, не должно быть. Это неуважение к гражданам своей страны. На объекте установлен паспорт объекта в соответствии с законом Российской Федерации. Обратите внимание, участок 21-1, Северная долина, третий этап. Корпуса 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 19, 22, 24, и 15, это у нас получается общей сложности, 14 вот этих зданий, на которых будет надземная автостоянка закрытого типа, на 499 машиномест, которые еще и нужно приобрести. Как вы считаете, друзья, вот на это огромное количество в будущем построенных домов хватит вот этих машиномест? Напишите в комментарии. Какой прекрасный будет открываться вид из окон у жителей 21-го квартала. Либо окна в окна, либо на линии электропередач. Поэтому надо брать квартиры как можно выше, чтобы не смотреть прямо на них, а на верхушки этих линий электропередач. Вон, смотрите, как плотно стоят высоченные дома. Как классно управляющая компания обслуживает свою территорию. Поставили, а вывезти забыли. Уже накидали все здесь, потому что места больше нет. недавно сдан дом, Толубеевский проезд, 36, корпус 1, строение 1. Вход, все уже засыпано снегом. вот так выглядит дверь. Здесь просто нет стекла. Мало то, что нет стекла, дверь так классно установили, видите, по нормальному управляющая компания должна была обратиться к застройщику и в срочном порядке это все исправить. Но, видно, Новый год, СВО, коронавирус, не знаю, что еще придумать, чтобы отмазать застройщика от своей работы. Ну вот, как нормально, как тебе такой Илон Маск? Это не ракеты вам в космос отправлять. Огромное количество почтовых ящиков, которые выглядят нормально. Спам здесь, спам здесь, грильят и кусок, окрашенная труба в разный цвет, дырень вот там под потолком, все атрибуты комфортной жизни в комплексе. Распаячная коробка с выводом, какой-то слаботочки, остатки скотча, ну и красивая кирпичная стена, где можно сделать селфи. Живу в 21 квартале или квартале. Северная долина, график уборки. С Новым годом все больше никакой информации нет. Ваша управляющая компания, эксплуатация ГССПБ. Шикардос! дежурный контролер. Да, круто, да? Нарушители закона. Ну, вот здесь тоже обратите внимание, что нет нормальных номеров. Здравствуйте! Все распечатано на принтере и приклеено. Слушайте, а чего здесь за такой кошмар вообще? Дверь еле держится, здесь стекол нет. меня спрашиваете? Ну да, а кого еще? А вы кто? Меня зовут Андрей Артемов, я блогер, а вы? Я один, как видите, нас здесь нет нескольких. Вы пьяный что ли? Пьяный? Тебе отдыхнуть что ли? Мне-то зачем? А чего вы так сразу агрессируете? Ты там записываешь что-то, ведешь свой блог? Конечно, в прямом эфире люди все смотрят. Надо ко мне подходить, отойдите. Фу, господи. Пахнет, отходите, зайдите туда, дежурный контролер. Тебе видно, что написано у меня дежурный контролер? Ну, я вижу, что написано на двери. И что? У меня там моего оборудования находится, и что теперь? И что? К чему вы это? Прямой эфир ведешь. Придурок ты, блядь. Я придурок. Ну, а кто? Вас миллионы увидят и напишут комментарии, кто из нас придурок? Я или вы? Ты придурок, что ты говоришь, что я пьяный на рабочем месте, со справкой придете? Со справкой? Да. Ты дебил, но. Так, здесь у нас пошли уже квартиры. Нумерация на вот таких табличках. Они, как мы с вами видели до этого, ох, как слышно отсюда тянет воздухом. Просто какая-то жесть. Вот не знаю, должно ли так быть или нет, но я вот такое слышу первый раз. Скорее всего, просто закрыто неплотно, качественно так сделано, закрыто неплотно, поэтому такой прекрасный звук. Новый дом. Торчат саморезы, до конца все не доходит. Такое ощущение, что, знаете, здесь была жуткая вибрация, она так вибрировала, что даже штукатурка с шпаклевкой подпадала. Да, вид, конечно, такой. Так себе. Лифтовой холл. Раз, два, три лифта, связь с кабинами для МЧС, ну, дверь, наверное, стандартно, уже просто не закрывается у застройщика до конца. Смотрите, доводчик даже не то, что дожимает, он специально не дожимает. Классно настроено. Оп, 25-й этаж. Ух ты. Смотрите, он едет, а вот здесь такая дырка. И там свет, и вот что-то там мелькает. Класс. Это первый лифт, в котором так все видно. А вот здесь видно, смотрите, дверь до конца не доходит, друзья. Палец можно засунуть. Класс. Молодец. Отис Ген 2 с режимом регенерации энергии. Не знаю, поможет это или нет этому комплексу. 25-й этаж. Тут уже все исписали, дурацкая реклама. Здесь какие-то, смотрите, то ли это от счетчиков, такие металлические ставки сюда поставили, то ли еще что-то. Не знаю. Но вот тоже, да, мы выходим вот здесь. Никаких нет указателей. Вот здесь указатель выхода, и я вижу, что это выход на переходную балкон. Ну, значит, нам сюда. Спасибо застройщику, что хотя бы есть стекло. Заходим. На, ну вот, вот без комментариев. Сами смотрите, как это все сделано. Какая красота, которая открыта нашему вниманию, потому что сдали дом, криво-косо все подписали, могли бы, видно, родил продаж или строители, там резал замерзшими руками. Тут вообще все открыто, знаете, классно, да? из плюсов. Из плюсов широкий коридор, большая плитка, есть нумерация квартир, звонки, криво-косо окрашено. Здесь мы видим аналогичную картину с забралом, как я его называю. Ну, смонтировать можно было и намного лучше. Все в пылище, грязище, ничего не опечатано, нет ответственного за пожарную безопасность, зато есть пожарные рукава, помеченные крестиком, не знаю, для чего это, видите, здесь тоже все открыто. Зуммер на домоудаление работает, надеюсь, тоже работает, но вот здесь тряпочку оставили, надо пыль протирать. Кто ответственный за пожарную безопасность? Вот видите, здесь, обратите внимание, тоже никого нет, внутри тоже никого нет. И это вопрос управляющей компании. Либо это они, либо у них должен быть договор с отлучающей организацией. Тут аналогичная картина, все открыто, то есть видите, здесь забрал и стоит выше. Нужно было потолок немножечко под углом делать, но решили, видно просто оставить так, или это плитка здесь была, куски не доходили до решетки, ну, конечно, как-то странное решение, иногда хотя бы делают наскосок, хотя бы вид какой-то более-менее. Ну, вот если обратить внимание, как смонтировано, вот сюда у меня практически палец указательный лазит, мизинец, наверное, точно залезет. Ну, давайте выйдем на переходной балкон, посмотрим сверху, посмотрим всю эту красоту, безопасная зона МГН, дверь Настя Шатканта, тут ощущение, что сверлили потом, после того, как все оштукатурили, и смотрим, что у нас здесь есть. ШПС-АППЗ, автоматический пульт пожарного, Z, наверное, или еще что-то такое. Здравствуйте. Части короба не хватает, здесь кнопки, причем здесь экстренный вызов, здесь. Вот так выглядит клапан, дымоудаление. Когда он срабатывает, он должен открываться. Что мы видим здесь? Оставили кисточку, оставили вот эту штуку, которую шлифовать стены, ручка есть, никакой решетки, ну, безопасность превыше всего. Здесь тоже это клапан, клапан, либо двигатель, не знаю точно. Везо, нормально наш производитель, но смонтировано так себе. Радиатор отопления, ну, все, больше ничего нет. А, есть. Еще вот что-то здесь пошло не так, друзья. Обратите внимание. Открываю YouTube. Ого. О, отлично. Спасибо, брат. Давай лапу. Друзья, выходим, переходной балкон, закрываем дверь. О, задавочек сейчас закрыл, это было приоткрыто. Строительные мешки, освещение. Ох, какая красота. Выезд на кольцевую вообще не видно, все в снегу. Так, вроде держатся, молодцы. Линия электропередач, вот видите, почему, на последнем, на 25 этаже, ты вот смотришь вот туда, и взгляд такой, знаете, проходит сквозь эти вышки. Видно крыши соседнего дома во дворе, соцучреждение строится, и тут соседний дом, он просто, как говорится, рукой до него можно дотянуться. Но что-то как-то это, мешковины, что ли, они закрывают, что цвет у бетона не серый, а такой достаточно темный. Есть монолитчики. Друзья, вот напишите в комментариях, что это, почему вот такой цвет, знаете, такое ощущение, что здесь что-то у них было не то, то ли это вода текла и замерзла, просто видно как-то не очень, то ли еще что-то. И также я вот вижу, что вот здесь, видите, как, ну-ка, приблизится, о, приближается. Вот видите, что лилии, ей как-то залили, это не очень, как должно это быть, ну, как мне кажется. Тут мы видим утеплитель, вроде его закрепили нормально, там щелей я никаких не вижу, кроме вот здесь, соединения, там возможно будет дверь, поэтому не поставили. Ну, вот здесь нормально сделано, ничего пока не вижу. Но дом по мне находится очень, очень близко. Вот сами напишите в комментарии, как вам, как вам расстояние до соседнего дома. Двадцать пятый этаж. Ух, класс! Ну, тут стандартно у застройщика все держится на сварке, уже пошла ржавчина, свежей краской пахнет. Вот здесь у нас выход на техэтаж. Застройщик почему-то до сих пор строит с техэтажом. О-о-о! Друзья, понимаете, да, чего след? Что здесь было? Так, главное, буду выходить, за ручку не браться. Ограждающая конструкция держится. Мы что видим здесь? Лестницу. Мы видим. Я не знаю, вот, не хочу нецензурно ругаться, но напрашивается нехорошее слово. Вот это нормально в сданном доме? Вы как считаете, друзья? Вот это нормально в сданном доме? Как вы считаете, друзья? Ну, здесь хотя бы закрыто. И вот, смотрите, что у нас здесь. Как вам такое, друзья? Как вам? Нормально вот так? Здорово? Как считаете? Классно делает застройщик, строит? Так, что здесь такое? Ух ты, господи! А здесь просто дыринь какая-то. Смотрите. Вот плита, вот плита, тут дырка. Слушайте, пойду-ка я отсюда, что-то стало страшно. Господи, придется ручку трогать, перчатки постирать. Лестничный марш на самый верх. Ох, как здесь низко. Держится вот за счет такого колышка. Видно дверь. Тут ощущение, что уже подтекает. Закрыто. Нет слов, друзья. От увиденного. И вот здесь, если обратить внимание, знаете, ощущение, что краска уже все начинает убегать отсюда. Ну и здесь красили. Потеки. А, нормально. Мы этот дом уже сдали. Здесь же будут наши жить клиенты. Мы их сильно уважаем. Поэтому вот так классно строим. Смотрите. Круто, да? Потом не удивляйтесь, что у вас не закрываются двери. Что все отваливается, рушится. Потому что нынче такое качество у застройщика. Вот спустился ниже на этаж. Посмотреть на потолок. Но тут все нормально. Там видно, они почему-то не долили бетон. Очень странно. Вот здесь находится пена. Ее просто зачеканили цементным составом. И вот это в скором времени все повыпадает, друзья. Хо-хо, где замки? А зачем нам замки? Любой уважающий себя профессионал недвижимости никогда в здравом рассудке не будет предлагать своим клиентам вот такое жилье. Лучше доплатить либо выбрать в этот бюджет другой объект недвижимости, нежели чем приобрести здесь и жить. Потому что вы сами видите, какое качество и какое отношение застройщика к своим клиентам. Я лично считаю, что это минимум безответственно и безалаберно. Но, честно говоря, напрашиваются совсем другие слова. И это не только к застройщику, а к тем, кто разрешает строить такие проекты и кто вводит в эксплуатацию такие дома, которые уже требуют первый этаж того, чтобы их отремонтировали. Что это у нас за чудо-конструкция? Вау! Лишняя запчасть. Так, а что у нас? Ох, можно поднять, посмотреть. Тут в снегу и что-то там навалено внизу. Первый этаж это коммерция будет. Уже купили либо кто-то откроет. Вот здесь мы тоже видим вентиляцию. Не знаю, это демонтировали, но похоже вообще на новое. А возможно и демонтировали. Не знаю. Ну что, смотрите, как классно сдали дом. Вот здесь просто видно внизу огромное количество стройматериала ненужного. Все уже засыпано снегом. Ну и не удивлюсь, что там стоит вода, мусор, грязь, полудохлый кустарник. Видите, колышется уплотнитель. Классно. И вот там просто дырень. Блин, там можно стоять и летом носки сушить. Прямо на ногах. Из-за ветра они быстро высохнут. Второй, третий подъезд. Второй подъезд. Все открыто. Дырень. Реально, дырень. Ох ты. А здесь можно вот так вытереть ноги. Делаю так, идет вибрация. Это вот как раз о чем я говорил, что достаточно тонкая бетонная плита. Ну, здесь хотя бы холл нормальный. Видим стеклопакеты, которые меняют. Видно, в приемщики приходят. Обязательно принимайте. Здесь хранят, наверное, новые на замену. Тут вообще просто мечта проверяющего из МЧС. столько всего и все может сгореть. Прекрасно, прекрасно. Красота. Ровно, красиво. Ох ты. А что же здесь такое было? Что же здесь случилось? О-о-о. Здесь забыли отверстие сделать технологическое. А потом это просто все пробили, да? Сняли потолочек. Видно, искали. И здесь тоже обратите внимание, штукатурили вместе с гофрой. Молодцы. Опечатано, уже все открыто. Хо-хо-хо, рукавов нет. Все замято. Ну и здесь, наверное, их нет. Ну, хотя бы не оставили. Пачку спать, сигарет, хабарик и все остальное. Строительный уровень большой. О, кстати, у меня такой же. Да, только не помню, кто производитель. здесь у нас тоже дверь. Смотрите, какая щель. То есть, вот он закрылся, а улицу видно. Представляете, теплопотери, как это все продувается, когда ветер. Ну, тут понятно, уже трещина пошла в углу. Вот, смотрите, вот она. И до самого верха. Двор без машин. Прекрасно. Штапик уже отваливается. Тут плитку не приклеили, потому что приклеить к ничему, тут просто утеплитель. А здесь, видите, есть. Странно очень. Вот, тут двери, шумоизоляция, типа стенофон в 5 миллиметров. Ну, и куча атрибутов для мелкого ремонта. Ну, вот какая-то разруха здесь, друзья. какая-то здесь разруха. Вид, конечно, печалька. Дом 36, корпус 1, строение 1, Толубеевский проезд. Грузо-пассажирский, смотрите, он вот так, как надо. 16-й этаж. Какая разговорчивая. 16-й этаж. Тут что-то делают. Выход квартирам. Кстати, угол ставят для того, чтобы не было видно этих убогих трещин. Но, в лучших традициях главстроя каналы для электричества. Достаточно низкие потолки. Обратите внимание на трубу. как ровно и замечательно сделано. Но зато современные звонки в виде выключателей. Одна кривая труба заходит в другую кривую трубу. Прекрасный вид на квартиры будущего. Широкий коридор, белый цвет. Отделка. Просто распылили на стены, покрасили, забыли. Тут тоже все. Ну, правильно, это в новом сданном доме. Зачем же нам рукава для пожаротушения? Смотрим на вот этот уголок алюминиевый. Он видно. То ли он кривой, то ли стена такая кривущая. Ну, тут трындец. ПК повешен. Надпись вот так, наискосок. Ну, здесь понятно, что тоже ничего нет. Только есть какой-то мусор, дымоудаление. Ну-ка, что с зуммером? Зуммер есть, и здесь даже есть зуммер. Молодцы. Ну, рукава, наверное, либо украли, как говорит управляйка, либо где-то складируют их. Значит, ну, вот, сами смотрите, да, как смонтировали. И вот здесь, видите, вот здесь, как они сделали, а в другом мы этого не видели. То есть, где-то сделать могут, где-то не могут, либо делают это все потом. Ну, и обычно вот это убирается. Когда принимают дома, если этого нет в проекте, этого не должно быть. Но в проекте точно вот такой таблички нет. А вот здесь, в 286-й квартире, идет прекрасная труба. Просто прекрасная. Еще здорово, что дверь открывается. Ну, если обратить внимание, здесь одно расстояние чуть поменьше, а здесь оно чуть побольше. Они даже трубу не смогли ровно сделать. Вот такой чудесный коридор. Жизнь прекрасна в этом жилом комплексе. Насыщенно и разнообразно. Двери еле открываются. Блин, тут вообще такое ощущение, что уголок бушный какой-то, откуда они его там приперли с другого объекта. О, здесь, смотрите, уже все в ржавчине. Крепили, не закрепили. Красочка. Кирпич, чтобы дверь не закрыть. Ох ты, ох ты, друзья. Ну, вот это просто шедевр от застройщика, я вам скажу. Они тут штукатурили, заштукатурили все, что могли и не могли. И вентиляцию в том числе. Смотрите, какая красота. И не говорите, что потом этого всего не видели. Вау, вау, как все зачеканено. Какой чистый радиатор. Дверь закрыта до конца. Битое стекло, ржавчина, хабарики, привязанный утеплитель, уплотнитель. Держится. Напротив видим стройку. Куски, видим проволоки. Остатки от... Вот, смотрите. Опалубка. Вот, про что я говорил. Он такой же, да? Классно сделали, молодцы. Слов нет. Кто-то попил, оставил. О, смотрите. А тут еще, видно, ремонтные работы идут. Красота. Красота. Поднимемся выше. Вау, смотрите, как классно сделано. Слушайте, ну вот это шедевр, шедевр. Никому не нужен шпатель. Сейчас дорого стоит. О, знаете, что обычно здесь, в таких бутылках? Спасибо, главстрой, СПБ. Ух, смотрите. Классно, да? Все трясется, все колбасится, летает. Так. Господи, это говно. Друзья, это говно. Тут просто, блядь, насрали. Слов нет. Фу. И обратите внимание, тут можно зайти, что-нибудь понажимать. Выходим отсюда. Мерзость какая. Строители насрали на застройщика. Ух! Прокачу. Вот она, вот она вся шедевральность объекта. Блин, вообще просто слов нет. Давайте ниже спустимся. Так. Слушайте, такое ощущение, что это они прямо сейчас красят. Вот, кисточка. Тут ниже валик. Это баночка из-под горошка. И в ней водичка и хабарики, чтобы не дымило. Цемент, ржавчина. Ну, все как обычно. Куски какие-то висят. Тут желтое что-то в бутылке. В новом доме здесь какая-то тряпочка для чего-то. Ладно, не буду больше расстраиваться. Поехали вниз. Вы же все знаете, но при этом приобретаете. И мне, честно говоря, это непонятно. А если вы скажете, что у вас больше нет денег, никогда в это не поверю, потому что большое количество различных интересных программ, и когда ставка была 0,01% годовых, даже с удорожанием платежи были там 10, 15, 20 тысяч рублей, можно было купить, приобрести более адекватное и комфортное жилье. Есть здесь станция метро. Это все здорово. Но до нее еще нужно добраться и туда пройти вниз в час пик. Здесь станция одна на огромнейший район, который застроен. И здесь живет огромнейшее количество жителей. Я не понимаю людей, которые не уважают себя и живут вот в таком доме. Выход во двор. Провода с лоботочки. Это так безопасно и хорошо. Здесь, видите, личинки нет, чтобы продувало все. Тут все открыто. Вот смотрите, они это дополнительно проводили, видно, видите, взяли бетон и выдолбили в нем дырение, открытая арматура, что вообще запрещено. Вот так выглядит утеплитель, битый кирпич, остатки бетона. Ну, красавчики, красавчики, что сказать-то. С данным домом, систему домофона не успели, видно, смонтировать. Оно сдали, и вот так висят провода. Сомкнули, что видно, дверь можно было открыть. Вот такое ощущение, что вот красят прямо сейчас. Вот здесь тоже провода висят с лоботочки. Шикарно работает система, оповещение и пожарная система. Молодцы. Главстрой умеет строить. Строит качественно, комфортное жилье, бла-бла-бла. А в итоге мы видим с вами вот такую дворовую красоту. Там, где уже все для спорта и отдыха. Красавчики. Предвещая ваши комментарии о том, что Главстрой СПБ не работает с агентствами, поэтому вы ходите и показываете гадости. Друзья, я показываю открыто все новостройки и не скрываю от вас недостатки. И с этим комплексом я делаю аналогично. Показываю, что я вижу положительное и показываю, что я вижу отрицательное. Вот так. Так, что у нас тут такое? Ух! Смотрите, а что у нас здесь? Пакеты пятерочки. Какой-то баннер. Закрыто. Тут горит свет. О-о-о! Вот здесь видно, что была влага здесь и здесь. Вот она видна, влага, друзья, в центре кадра. А вот взяли бетон, просверлили лазерным бурым и вот такое бренышко, скажем, осталось. Что-то здесь застройщик где-то накосячил. А вот здесь лед. А лед, это вода. Она, значит, здесь стоит и никуда не уходит. Молодцы! Зачем нам канализацию делать, дренаж? И так нормально. Дом сдали. Если зайти на Авито, то здесь просто в продаже море квартир на вторичном рынке. И можно как следует торговаться, чтобы выбить хорошую цену, потому что люди убегают из этого ужаса. Лучше жить в центре Петербурга, в старом доме, либо в советской панельке, в нормальных районах, нежели чем здесь. Что там нет парковки, что здесь нет парковки. Но зато есть школы, сады и хорошая транспортная доступность, а не 10 остановок на общественном транспорте. Вон здесь, видите, стрелка. То здесь был бугор, и типа надо стесать. То же сильно как-то выпирает. Ширина, кстати, здесь такая, что если идут тут навстречу, то нужно уходить в сторону, либо прижиматься вот к этому профнастилу. Могли бы сделать в два раза шире. Вот, например, как и сейчас. Если я не отойду в сторону, то кто-то не вовремя может получить свой заказ. Если вы хотите рассказать историю про жизнь в своем комплексе, хотите поделиться своими знаниями с людьми, напишите мне в WhatsApp, контакты в описании. Приеду, все сниму и покажу без купюр на своем канале. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok